Теперь, следующая тема, она тоже касается здоровых деревьев. Вот эта фраза принадлежит Льву Николаевичу, то ли она принадлежит Лермонтову. Кто-то из них на Кавказе это освоил. Дело в том, что это можно считать шуткой, а на самом-то деле так оно и есть. Если ребенок ни разу в жизни не мылся, для него то, что он покрыт сверху чешуей, я не преувеличиваю чешуей. По-русски это есть научно, потому что наша кожа, мы же родственники динозавров, чешуя только сильно мелкая, микроскопическая. Потом она превращается в слой грязи и эта грязь защищает его от мороза, от перегрева. Понимаете, к чему я? От бактерий, которые чистенько его если отмыть, вот он развощок и все. Он полностью будет беззащитен перед инфекцией. Я специально, если я когда-то 40 лет назад прочитал эту фразу, где-то в литературе, я их миллионы, я самый читающий в России был. Не было случая, чтобы я в туалет или сел в кухне за это самое, кушать или в поезде, в автобусе, в самолете. В это самое, на переменках, тайком это, ночью со светом, с настольной лампой запрещали с фонарем под одеяло. Вот. Но если я застряла у меня в голове вот эта вот фраза, то она не случайно застряла. Это все действительно так. И если мы с вами умываемся, мы теряем защитную слой. Другое дело, что всему есть предел. Поэтому я не говорю, что надо не мыться. Вот. Это везде и всюду есть. Юность, детство, юность, взрослость, есть старость. А потом, человек, который считает себя специалистом. Вот это мой приговор. Нижнесадовая дурь по уничтожению естественной защиты плодовых деревьев. Вот это дерево преклонного воздуха. Оно может быть не старое, оно может быть 20-30 лет. Потому что его искалечили. Его калечили, калечили, калечили и оно заболело. У него начала отмирать кора. Когда кора отмирает, она покрывается грибами и лишайниками. И даже мхом. Это все родственники. Грибы, лишайники, мхи. Это родня. Это как переходящие ступени. Ну, кто-то может помнить что-то. Смотрите из биологии. Правда из дебильной. Вот. Видите, показал нам. И решил отмывать как того мальчишку. Ну, то, что дерево уже престарелое, так как уже изувечивает, понятно. Вот. Но человек берет вначале самое, как бы сказать, щадящее верхонку. Вот. И давай драть. Вот стоит дерево, да. Его нельзя трогать, подходить нельзя. Дайте ему дожить, если ему осталось там год-два по планоносию. Ну, видно. Оно преждевременно состарилось. Оно калека, оно инвалид. Ну, оставьте вы его в покое. Приставляйте ему вот такое дерево, все, руками вот так вот. Но ему показалось мало. И он взял скребок. Скребок или шпатель, как хотите назвать. У него сто семьдесят просмотров. Ну, ладно сто семьдесят, так у него сто семьдесят тысяч просмотров. И люди сперва, это как те феи, угробят дерево. А потом так же точно, как он начинает это. Еще и мыть, мыть еще. Дерево помыть. Помните про мальчика, который отмытый умирает, а? Который ни разу не мылся. Вот такой дури мы живем. Все? Нет, что вы. А вот и ножом, потому что их трудно отодрать. Ножом. Я не понимаю, что ножом мало. Давай-ка моих ножовкой садовой, давайте драть. Дерево изувечина, давайте драть его. И наконец, это самое эффективное. Щетка по металлу. А ты себя по щетке по металлу. А если ты в возрасте уже? Ох, видите, я стер морду лица. Если ты уже с детства 70 тысяч просмотров. Если ты всю жизнь не заметил, что ты творишь. Вот. Ты просто возьми. У тебя могут пигментные пятна уже, если ты в возрасте. Ну, хом, не мхом покрыть. Ну, все-таки знаете, что такое старая кожа. Ну, догадываетесь. Для чего? Перзу придумали. Для чего? Скрипки для пяток. А где-то уже не только пятки. Ну, вот этой щеткой проведи себя по этим местам. Не буду говорить по каким. И тогда все поймем. cheет. Наст packs, все лепки для третьей. Трансль. И так много смешно. Наст, ten раз. Пять? Пять? Все было.